здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сегодня 30 декабря я решила посадить пипина его наверное конечно надо было пораньше посадить но я думаю что еще не поздно и поэтому купила семена было пять как бы название пипина я выбрала рамзес со вкусом экзотических фруктов и ароматом дыни гавриш фирма 5 зернышек стоит вот 84 рубля смотрите зернышки ну два большеньких а три просто малюсенькие приготовила для них землю землю взяла кислую но для рассады помидор и чуть смешала у меня была земля для роз по составу так должно быть нормально все написано что пипи значит дынная груша рамзес что стебли зеленые с фиолетовыми пятнышками довольно тонкие гибкие длиной до двух метров листья простые ланцы повидные говорят что похоже на картуфельные плод яйцевидной формы нежно кремового и лимонного желтого цвета сиреневыми полосками массой до 1000 до 1300 грамм и написано что конец ноября надо было начало декабря сажать я решила что ничего страшного можно и попозже потому что с конца февраля до начала мая значит от морозов надо укрывать высаживать нельзя и плоды почти не завязываются из-за длинного светового дня в это время потом чуть будет попозже ничего страшного меня в теплицу все равно посажу формируют в 1-2 стебля агротехника выращивания приближена к баклажану а когда высадишь к томату ну в общем я все равно посажу их в теплицу я думаю что еще не поздно еще весь январь февраль сажаем всего было пять зернышек я их посадила сейчас чуть-чуть опрыскаю поставить надо будет 20 было 8-30 градусов температура то есть тепленькое место поставлю около батареи сверху покрою пакетиком закрыла сверху пакетиком ставлю в теплое место через пять дней должны появиться росточки в своей литературе вот за одиннадцатый год и за двенадцатый год я нашла пепине ну тогда вот я еще увлеклась этим делом но не сажала и вот что пишут здесь в теплице и на лоджии плохо росли пепина лучше всего в открытом грунте чтобы было можно открывать они не любят когда очень жарко и очень влажно и сбрасывают зависть поэтому лучше под пленочку и открытом грунте чтобы можно было летом открывать в общем им надо тепло конечно солнышко но не любит когда очень влажно и очень жарко поэтому если в теплице то здесь пишут что их притеняли поэтому не такой простой фрукт ну агротехника как помидоры баклажаны но не любят влагу поэтому в теплицу к сажать нежелательно хотя я была настроена посадить их в теплицу но посмотрим когда дальше под и красивенькие такие ведь какие должны вырасти да не вот на веточке но конечно вот статья 1 мелитополь 2 ежегородская потеплее чуть-чуть чем подмосковье у нас поэтому в открытом грунте конечно все конечно сложно будет вот видите написано зависть образовывали только растений в открытом грунте на грядке с перцем и баклажанами и колорадский жук их ест белокрылка их тоже ест а дома когда пересаживали то клещ так что тут конечно вот нам все будет бороться и бороться вот видите с паутинным клещом сухость воздуха и могут ведь сразу паутинный клещ набрасывается нужно будет фитовер изолировать от других видите все эти и белокрылка занесена была с землей но пробуем вот здесь написано что посадили вот 5 семян посадили ну вот как говорят они да в прозрачный контейнер с крышкой там и вот у нее не зашли когда на пыль посадила в торфяную таблетку то через несколько дней все взошло у нее то есть вот я посадила тоже в такой обычную помидорочную землю и поставила около батарей потому что тепло надо буду проветривать ну а дальше будем смотреть всего доброго мои дорогие пипина я посадила ждем росточков